Друзья, рад вас приветствовать на своем канале, и с вами снова Сергей. И сегодняшнее наше видео будет несколько отличаться от предыдущих видео. Хочу поделиться с вами полезными советами, или как называют полезными лайфхаками. Давайте же продолжим просмотр. Возникла один раз у меня такая ситуация, когда мне понадобился вот такой вот большой хомут. Но в арсенале у меня его не оказалось. Уже было поздно, и магазины все были закрыты. А работу нужно было завершить. И проволока тут никак не канает. И что же делать? И тут я нашел два хомута меньшего диаметра. И вот как раз из этих двух хомутов меньшего диаметра можно собрать один хомут. Большого диаметра. Который в два раза лучше одинарного хомута. Раскрутим два малых хомута и соединим их между собой. Тем самым у нас получится один большой хомут. С двух малых хомутов. Которые можно будет подтягивать с двух сторон. Представьте, если у одинарного большого хомута мы сорвали винт, мы дальше не можем затянуть хомут. А вот в этом случае у нас есть второй вариант. Сорвав один винт, мы затянем вторым винтом. Ну а вот так вот, друзья, выглядит большой хомут, собранный из двух малых хомутов. Который когда-то меня выручил. Не имея одинарного большого хомута. Ну а если взять обычную трубку и один из концов хорошенько заточить. И зарядить в патрон дрели или же вертикально сверлильного станка. И взяв кусок доски вдоль по волокну, можно нарезать деревянные пробки. Любой высоты. В зависимости от высоты куска древесины. Продолжение следует... В итоге можно изготавливать пробки разного диаметра и разной высоты А из дерева пробки намного лучше пластиковых пробок Это уже проверено Ну а если при покрасочных работ малярной кистью и она у вас развалилась, то это не беда Имея канцелярскую прищепку и кусочек поролона, мы доведем дело до конца А всего лишь навсего нужно будет канцелярскую прищепку при помощи саморезов прикрутить к рукояти кисти Вот таким вот образом И в эту канцелярскую прищепку зажать кусочек поролона И кисть наша снова в действии А вот так вот наша самодельная кисть выглядит На быструю руку Ну а если хотите более или менее резать ровно трубы, то нам понадобится обычный кусок картона А для этого нам надо взять кусок трубы И закрутить на него картон Чтоб два краешка четко сошлись И все это дело зафиксировать скотчем Вот таким вот образом Теперь можно будет начертить линию И уже по этой линии мы сделаем рез болгаркой И при помощи вот этого вот самого наипростейшего приспособления с картоном Рез будет намного ровнее, чем при обычной разметке труб ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы с вами рассмотрели несколько полезных лайфхаков Но на этом мы не закончили полезных советов у меня по горло И которыми я хочу поделиться с вами Ну а если вам с сегодняшнего видео понравился какой-то отдельный лайфхак То вы напишите про него в комментариях Ну а на сегодня у меня все И надолго я с вами не прощаюсь Увидимся, как всегда, в интересном для вас видео Всем до скорого! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!